Ребята, меня зовут Руслана, это моя собака Каспер. Каспер, стоять! Это его первое видео о распаковках и второе видео на канале, в принципе. Каспер, порода, вещь, коробки, бемброк. И сегодня я покажу вот такие вот покупки из омагазина, которые я сделала сегодня. Ну что ж, давайте мы начнем. По поводу Лёли. Вот она, Лёля, живая. С Лёлей все отлично, просто Лёле уже 9 лет и она слегка на пенсии. Поэтому с ней меньше видеороликов выходит. Не волнуйтесь, с ней все хорошо, она просто очень много спит, ест, спит, ест. И все, в принципе, ей больше ничего не нужно. Улыбнись! Зубами которых уже мало. Да, Лёля? Ну все, давайте мы начнем. Что я хотела бы вам показать, это вот такой вот шейник красного цвета. С вот такой вот застежкой. Вот так он выглядит на собаке. Стой, Кась. Вот так вот он выглядит в руках. Вот такой вот. На вот такой же застежке, не помню, как он называется на самом деле. Также здесь фиксатор. Мы можем вот так передвинуть его. И мы не сможем открыть эти защёлки. Вот. Так, всё открывается. Фирма вот такая. Сейчас, по-моему. Вот такая вот. Также у нас есть отражающая повязка. Что-то вам лучше, чтобы его видно. Вот, она идет. Края. 138 рублей. Вот такой вот. Каспер! Хватит! Следующий, это поводок, не мужик набора. Он вот такой вот. Тут плохо видно, к сожалению. Вот здесь такая стежка. Карабинчик. Ручка здесь вот мягкая. С внутренней стороны. С вашей стопой. Также она идет со светотражающей повязкой. И этот поводок можно регулировать размер. То есть в обычном состоянии, когда он свернут полностью, на минимум это метр. А если его полностью развернуть, ну, сейчас покажу. Вот так вот его оттягивать, то будет он так в длину 2 метра, будет. Вот такой поводок. Кошейнику. Вот. Каспер. Вот его цена. Ну, и вот вы можете увидеть все. Если будете слушать, как хрюкает свинка, это Каспер играет со своей игрушкой. Так, следующее, что... Это вот такие вкусняшки. Нямс. Я один Каспер, который, кстати, еще никогда не пробовала, в самом деле, потому что я в Битховен давно не заходила. Ну, как давно? С момента появления Каспера, то есть год. Я уже туда не заходила. Давайте попробуем его взять. Так, тихо. Он еще немного команд знает, но мы еще будем учить. Лежать. Молодец. Сидеть. Умничка. Вставай. Ай, мол, честно. Тихо, он не хочет и есть, он с ним играется. Все, ушел. Со скидкой. Сколько? 167 рублей. Вот такие вот. Тоже с 20% скидкой. Колбаски. Без щенков. Паспорт такие тоже никогда не пробовала. Такие колбаски. Или явные. Давайте дадим одну. Так, погоди. Не лезь. Каспера особо много команд не знает, но большевыставочная команда знает. Ну, давайте те же самые. Лежать. Лежать. Ждать. Команду ждать мы еще учим. Она еще не закреплена. Ждать. Чтобы вы видели мой штатив временный. В его же. Потому что мой штатив сломался. Из-за него же. Каспер. Ко мне. Следующее это у нас такой вот шампунь Трофу Клин. С авопухами и кокосом. Авопухи. Как и называется? Авопухи и кокос. Шампань для собак и кошек с белой шерстью. Как раз для Каспера. Он практически белый. У него воротник белый. Лапы. Кузо. И морпа практически вся белая. Поэтому ему подойдет. Он типа осветляющий. Он будет белый оттенок осветлять. Этот кстати шампунь еще вкусно пахнет. Там было несколько разных вкусов. Ой запахов. И вот этот мне больше всего понравился. Потому что все с ними какие-то приторные. А этот прям он сладко пахнет. Дайте понюхать. Так так так. Где он, где он, где он. Где он. Вот он. 669 рублей стоил. Что я хотела бы вам показать. Это вот такая вот мисочка керамическая. Типа с сыром. Мне ничего такого особенного нет. Цвет на трио. Стоил она 239 рублей. Я ее купила для крыс. Потому что у них есть одна старая миска пластика, которую я покупала. Она очень маленькая и легкая. Она переворачивается часто. И поэтому я решила вот такую взять. Следующая это такая консерва фирмы Profine. 65% мяса, лосось и курица. Как-то Миша я такую покупала давно. И корм он такой как-то кушал. Но он ему не очень пошел. Поэтому мы перешли с этой фирмой. Поэтому я решила попробовать Каспер дать консерву. Курица 50%, лосось 15%, картофель 5%, минералы. В принципе хороший состав. У Каспера нет аллергии на курицу. Поэтому он может без проблем это скушать. Вот. Такая вот стоила. Она в районе 150 рублей. Это вот такой рог от оленей. От фирмы Погрызухин. Я Касперу никогда не покупала рога еще. Не знаю как он будет ухей. Попадается. Может сначала с ней походить и бросить. А потом начать грызть. Он так часто с косточками обходится. Если покупаешь какую-то, он ее в рот возьмет. Куда-нибудь положит. Не будет брать, трогать. А потом начнет грызть. Такой вот рук. На. Ладно ребят, я давайте буду продолжать снимать. Каспер пришел. Иди, у тебя там свои вкусняхи. Это лаван для шаршиллы. Я купила для шустика. Вот такой. Ну, ему больше не показать. Не надо на нем. Пожалуйста. Следующее, что я купила, это вот такой гамак. Тут для хомяков. Но я взяла для крыс. У меня крыс небольшого размера. И тем более у них есть один домик. Но они там вдвоем не помещаются. Поэтому я взяла гамак, чтобы кто-то один, другой из них там лежал. Стало он 323D. Давайте сейчас вам покажу. Я его уже в клетку прицепила. Еще на нем не лежать. Вот я его прицепила. Это крысо-поимая кукла. Вот такая вот. Наручная. Я думаю, надеюсь, что они будут спать в этом гамачке и не сгрызут его никак. Следующее, что я хотела бы вам показать, это вот такая вот вкусняшка для собак от фирмы ProDog. Сделано в Австрии. Это такие колбаски с ягненком. Какая колбаска? Эй, не лезь. Вот. Возьми. Бери. Слюни потекли к ласпи. Смотрите. Так. Следующее. Это у нас от Фина Профайн тоже. Вот такие вот вкусняшки. Вот они. С уткой. 200 грамм есть. Состав давайте почитаем. Так. Надеюсь, брать на английском. Полегче будет, думаю. Картошка, утка, глюкозовый сироп, засосевое масло, коллаген, натуральные, что-то там, flowers, что такое flowers, я не знаю, честно говоря. Так, следующее у нас, это вот такие вот печенье из оленины. Вот такие вот печенюшки. Покатки какой-то. Такие вот они. Ломаются они легко, да, они как печенюшки. У меня соленья, суп-продукты, легкое оленя, хлопья овсяные. Ну и все, в принципе. Он будет есть. Ты дурак. Каспий. Что он делает? Вот такая вот игрушка. Я решила оставить напоследок, потому что она очень интересная. Это светящийся мяч от фирмы Foxy. Он вот такой, он не пищит, он просто твердый. Но я его взяла, потому что он светится в темноте. Стоит 279 рублей. Мне просто стало интересно, правда ли это так. Насколько сильно он будет светиться. Будет ли видно его в темноте на улице. Ночью. Ну, или вечером просто. Возможно, такие вот мячики и такие игрушки часто держат под лампой сначала. А потом они светятся в темноте. Он немножко побудет. Под лампой от аквариума. Вот. Я его буду немного покручивать. Может быть, минут 5 я его так подержу. И посмотрим на результат. Готовится. Ребята, не забывайте подписываться на мой канал. Ставить лайки. Нажимать колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, когда у меня новые видеоролики. Теперь вас давайте я выключаю лампу. И мы посмотрим на результат. Он светится. Правда, все половинка. Ну, это, слава богу, видно на камере. Очень плохо видно. К сожалению. Но я надеюсь, в монтаже я смогу как-то высветлить этот момент. Вот. К концу. Надеюсь, вам оно понравилось. Если так, то поставь палец вверх. Подпишись на мой канал. Вот там внизу. Красная кнопочка. Если вы подписаны, то нажимайте на колокольчик. И всем пока-пока-пока-пока-пока-пока.